Россия! Россия! Пока в Крыму нарастает напряженность после отмены скандального закона о языках, сами западные регионы страны начали выступать в поддержку русского языка, подчеркивая, что стремятся к взаимному уважению. Что касается Крыма, на улицах Севастополя прошла регистрация добровольцев в так называемые роты охраны порядка. Сообщается, что они будут мобилизованы в случае обострения ситуации в Крыму. Возмущение крымчан вызвало решение Верховной Рады об отмене закона языковой политики, согласно которому русский язык имел статус регионального на полуострове. И хотя Киев заявил, что ущемление прав русских в Украине в связи с отменой закона не последует, крымчане опасаются насильственной украинизации. Крымские активисты требуют провести референдум в отношении статуса автономии. На здании парламента Крыма повесили российский флаг, а жители Севастополя, где базируется Черноморский флот, избрали нового мэра, российского предпринимателя Алексея Чалова. Российские депутаты, которые в ночь на вторник прибыли в Крым, заявили, что в случае лишения крымчан на референдуме о присоединении Крыма к России, этот вопрос будет рассмотрен очень быстро. Ранее сообщалось о начале выдачи жителям Крыма российских паспортов по облегченной процедуре. Однако вскоре первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий опроверг эту информацию. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов выразил беспокойство по поводу признаков сепаратизма и угроз территориальной целостности страны. Он заявил, что всех причастных к разжиганию сепаратистских настроений необходимо привлечь к ответственности. Во вторник российский МИД выразил свое возмущение варварской русофобской акции во Львовской области, где демонтировали памятник русскому полководцу Михаилу Кутузову, русскому фельдмаршалу Наполеоновской войны. Напомним, Крым перешел Украине в 1954 году. Присоединение было объяснено экономической целесообразностью. Однако некоторые утверждают, что это был подарок Никиты Хрущева в честь 300-й годовщины воссоединения Украины и России. В Севастополе базируется украинский и российский Черноморский флот. И в этом городе проживают 60 тысяч русскоязычного населения, включая самих россиян. В то же время интеллигенция западноукраинского города Львова опубликовала заявление в поддержку русского языка. Под ним, в частности, подписался и Юрий Шухевич, сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. В обращении сказано, «Мы должны уважать культурные языковые потребности жителей Востока и Юга, чтобы они не чувствовали себя чужими в Украине». Некоторые украинцы обеспокоены возможностью присоединения Крыма к России. Львовяне уже объявили, что они выступают не за спекуляции вокруг языковых и национальных вопросов, а за перевыборы в Верховную Раду. Они развернули в Фейсбуке кампанию, сообщив, что в знак солидарности с жителями восточных и южных регионов 26 февраля будут везде говорить на русском языке. Так, на львовском государственном телеканале ТРК «Львов» ведущие утренние программы читали новости на русском, ну а некоторые жители Донецка выступили с соответствующей акцией солидарности, заявив, что в этот день они будут везде говорить на украинском.